Четыре молодых врача вернулись на малую родину в Ишим после окончания вуза. Так называемые целевики шесть лет назад подписали договоры, что будут хорошо учиться, а после пополнят штаты шимских медучреждений. Город их ждал и создал все условия, чтобы молодым специалистам было приятно жить и работать. Рассказывает Оксана Павлова. Александр Гилёв врач-терапевт, но не совсем обычный, работает в приёмном отделении. За сутки принимает около ста пациентов. Трудится на новом рабочем месте уже неделю. И ещё больше укоренился в мысли, что правильно выбрал врачебное направление. Нам в течение шести лет давали очень много знаний обширных. И я так подумал, что только терапия может вместить большую часть этих знаний. Потому что остальные специальности, они как бы узкие специальности. Получается, много знаний теряется, если оно заузится. А терапия – это такое широкое поле деятельности. Благодаря Александру, вскоре в Ишине на одного терапевта станет больше. В институте он женился. Супруга через год оканчивает медвуз и приедет в город. Так же случилось и с Анной Фёдоровой. И вскоре, когда домой пойдём, а то мама всё уже переживает. Но не хочешь? Не хочешь? Тебе здесь нравится? Нет. Нравится, скажи, да тебе? Анна Алексеевна – не анатолог. Приехала в Ишину вместе с мужем, который теперь здесь работает акушером-гинекологом. Сама из Тюмени. Интернатуру проходила в третьем роддоме областной больницы. Сегодня уже неделя, как трудится в отделении патологии новорожденных. Говорит, что трудно, но очень интересно. Есть над чем работать. Будем сёстрами вместе отрабатывать. Есть по документации, ведению, по уходу за новорождёнными. Свои какие-то нюансы есть. Ну и то, что в Тюмени приобрела какой-то опыт, будем его сюда вводить. Город мне очень нравится. Город хороший, чистенький, приятный. За последние три года в Ишин переехали около 140 врачей со всех регионов страны. Вот эти первые дни работы, на мой взгляд, врачи очень хорошо подготовлены. Я думаю, что наша задача сегодня для них создать совершенно нормальные, комфортные человеческие условия. Я думаю, что они приехали, как к нам, наверное, по всей вероятности, надолго, потому что они же наши жители, жители города Ишима. И в следующем году Ишимская медицина также ожидает кадрового пополнения. Александра Павлова, Евгений Пытько, Тюменское время.